привет зрителям в этом видео сегодня вам покажу несколько секретов которые касаются сцентилятора mini redd это радиометр сцентиляторный на кристалле цези йод покажу несколько тонкостей о которых мало кто знает и думаю вам будет полезно значит вот есть у нас такой пейджер радиационный индикатор радиоактивности называется mini redd от компании detect systems покажу вам какие к нему подходят элементы питания батарейки аккумуляторы в чем разница и все тонкости это причем очень важно здесь и разберем его покажу вам внутренности уже был один обзор но это уже другой прибор совсем и посмотрите разницу какая была в партиях в годах выпуска чем они отличались внутри покажу все внутренности этого прибора и еще вам несколько секретов аккумуляторах и батарейках расскажу и покажу наглядно как правильно выбрать аккумуляторы батарейки при покупке какие вам лучше больше подойдут значит начнем давайте его разберем вот наш прибор деток систем за эта компания сам называется модель мини рад д от единички до 9 индикация есть это резиновые прокладки он противоударный вот здесь отсек батареи как заявляет производители пыли влагонепроницаемый противоударный ну томить не буду я уже обзор внешне делал и как пользоваться все нюансы есть видео я вам вставлю под видео внизу ссылку на видео обзора конкретно внешне этого прибора и все характеристики как пользоваться сейчас мы смотрим внутренности покажу вам секреты чтоб его открутить переворачивайте на эту сторону видите четыре есть винта это саморезы из нержавеющей стали по моему откручиваете здесь фигурная отвертка ну можете взять маленькую плоскую вот откручиваете показываю как правильно разбирать иначе вы можете повредить что-то внутри открутили достаете все эти саморезы убираете их в сторону и дальше дальше крышку отсека батарей убираете вот она и смотрите дальше внутрь плата вверху находится расплата вверху находится обязательно переворачиваете это важно сделать и аккуратно снимаете эту крышку причем снимаете поднимаете там где отсек батарей а здесь вот приклеена у вас будет вот это вот пластинка аккуратно вынимаете вот эту кнопку из дырки и вот так вот снимайте не нужно рвать иначе вы ломаете кнопку вот это порвете эту пластину или еще чего все достали крылья дальше достаете вот этот брусок с нержавеющей стали там резьба внутри это чтобы закручивать крышку отсека батарей он металлические вот здесь вот находится чтоб не в пластик закручивалась а эту металлическую штуку его убираете также в сторону вот у нас корпус здесь все видели ссылка под этим видео есть на обзор подробный все я показывал крупным планом все ребра жесткости прокладки резиновые противоударные убираем в сторону корпус дальше вот у нас две платы 1 это умножитель и делитель напряжения на вакуумные стеклянные и кристалл вот эта плата внизу отдельная полностью это сам прибор с процессорами так дальше и шлейф вот идет не соединяется пока не буду доставать покажу вам секрет с аккумуляторами иначе вы можете сюда поставить тип а а подходит это пальчиковые вот написано а это пальчиковые батарейки у вас есть выбор вы можете купить либо вот такие дюраселки это фирменные хорошие аккумуляторы либо подешевле это батарейки батарейки это вот тоже батарейки подешевле тоже а а или вот аккумуляторы которые можно перезаряжать много раз они намного дороже это тоже вот дешевый моя батарейка они все отличаются размером весом и емкостью сейчас вам это покажу во-первых в этот прибор аккумуляторы установить не получится у вас чтобы они не влазят не влазят вам покажу сейчас они не помещаются в этот вот разъем вот у нас аккумуляторы как отличить аккумуляторы от батареек на аккумуляторах написано 1 и 2 вольта а на батарейках всегда написано 1 и 5 вольт вот если 1 и 5 это батарейка одноразовая ее перезаряжать нельзя она разрядилась выбросили на утилизацию 1 и 2 вольта если написано это многоразовая ее можно перезаряжать много раз и они дороже там много раз стоят намного дороже и здесь емкость еще указывается ну здесь тоже емкость может указываться но не всегда видите так вот они отличаются по весу здесь на по вольтажу 1 и 5 вольт 1 и 2 вольта и по размеру что самое интересное не все эти знали это знают и я не знал показываю демонстрацию вот у нас есть весы точные покажу смотрите сколько весит вот это обычная дешевая батарейка одноразовая полграмма не будем считать 17 грамм это тоже дешевая батарейка одноразовая 14 грамм весит возьму вторую чтобы вы не думали что они разные они почти одинаковые 14 грамм с половиной и это 14 почти с половиной 14 грамм сотые не будем брать десятые 14 грамм весит это одноразовая батарейка дешевая 14 грамм весит запомнили дальше берем это дорогая батарейка фирменная оригинал бюро сал видите 24 грамма 24 на 10 грамм больше почти в два раза здесь 14 грамм только по весу можно отличить в два раза тяжелее значит вольтаж одинаковые просто разная фирма и размер у них практически одинаковый размер вот здесь просто выпирает вот такая донышко здесь она не так выпирает но если от крайней точки до крайней мерять то они реально ну мы сейчас померяем штангер циркулем размер почти одинаковый вес в два раза тяжелее то есть и когда вы покупаете дюраселки можете взять с собой весы можете поменьше карманные и взвесить если оригинал должен весить 24 25 грамм если он меньше весит это у вас подделка просто наклеили вверху красивую такую этикетку а туда запихнули вам вот такое говно и продают по цене оригинала так что только навес по-другому вы не отличите это что касается одноразовых батареек которых заряжать нельзя вы можете попробовать их зарядить ну скорее всего они или потекут или взорвутся вообще при зарядке это мы там пожароопасно не советую как делать дальше а есть аккумуляторы на них всегда написано 1 и 2 вольта они не бывают на 1 и 5 как одноразовые одноразовые всегда на 1 и 5 многоразовые на 1 и 2 вольта всегда и какой у них вес у них вес еще больше чем у оригинальных дюрасел 29 грамм видите дюраселка одноразовые весит 24 грамма аккумулятор 29 грамм перезаряжаемый но это это у меня вообще очень дорогие хорошие на 2700 емкости в общем они должны весить также не меньше чем 24 грамма то есть одноразовые фирменные хорошие батарейки весит 24 грамма не меньше можно больше но не меньше и аккумуляторы должны весить больше чем 24 грамма не меньше 24 грамм тогда это вы покупаете оригинал и качество если вам продают фирменную батарейку либо аккумулятор многоразовый перезаряжаемый и он весит меньше чем 24 грамма как вот этот то это подделка вас пытается обмануть производитель в общем если вот столько весят то это должна быть дешевая фирма и здесь должно быть написано что это не может быть дюрасел оригинал и не может быть перезаряжаемый вот хорошая емкость вот вот рассказал вам все по батарейках будете знать если покупая и хотите дешевые покупать если вам дорогие хорошие нужно покупать то всегда взвешивайте и смотрите чтобы вес был больше 24 грамм меньше 24 грамм это уже не нормально это не у вас не лучшего качества уже ниже среднего так что когда покупаете либо батарейки либо аккумы всегда смотрите чтоб вес был больше 24 грамм это уже на практике я уже проверял не раз всегда это правило работает возвращаемся к прибору в этот прибор подходят аккумулятор или батарейки типа а а но есть момент вот это окно входной на батарейки как видите вот я вставлю аккумуляторы на 1 и 2 вольта сначала вставляем вот этот который плюс вперед влево он заходит прячется влево а потом вставляем вот этот и видите он не влазит туда ну никак вообще по толщине ну невозможно запихнуть вообще смотрите какая разница вот я в плиту уперлась и вот очень много 2-3 миллиметра не вылазит наоборот тоже не получится как бы вы ни старались вот это бесполезно видите вообще не проходят они намного толще но от них будет работать прибор как их внутрь засунуть я вам позже покажу досмотрите видео это обычные батарейки duracell пробуем их обычные duracell к 1 и 5 вольт они уже входят нормально видите зашли все отлично вставил и крышку можно закрыть все надавил все супер видите это батарейки аккумуляторы толще возьмем дешевые батарейки пробуем вставить дешевые одноразовые дешевые так же отлично входят даже считаются еще более легком зашли вышли видите теперь пробую опять аккумуляторы многоразовые вставляем невозможно это сделать вот все это уже предел все это невозможно то есть вот этот вход он не влазит можете конечно вырезать вот здесь паяльниками или лезвием расширить этот вход но тогда крышка у вас не не закроется этого делать ненужным что делать показываю как решить эту проблему покажу что реально размер отличается вот так чтобы не коротить размер аккумуляторов фирменных многоразовых сколько 5 сантиметров длиной 5 с половиной 50 с половиной миллиметров длина пустил держится 50 с половиной длина одинаковая длина одинаковая толщина сейчас померю и все вам покажу и длина 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 д 49 даже и 49 с половиной в общем грубо возьмем еще на миллиметр короче то есть одноразовые они во-первых короче но это не нам не мешает длина нам не мешает совсем туда их вставить но я вам покажу видите 50 миллиметров дюраселки 50 с половиной на полу миллиметра больше фирменные аккумуляторы 50 с половиной то есть на один миллиметр или на полмиллиметра больше теперь смотрите дюраселки нам хорошо внутрь входят прибор их диаметр сколько 14 миллиметров диаметр ну 14 до 14 миллиметров они входят в прибор дешевые батарейки диаметром еще меньше 13 там с половиной миллиметра также входят почему же не входят аккумуляторы потому что они толще диаметром они 14 с половиной миллиметра видите 14 с половиной диаметр перезаряжаемых аккумуляторов 14 с половиной а простых батареек 13 с половиной 13 с половиной вообще на миллиметр они больше диаметре на миллиметр больше и на пол миллиметра больше чем дюраселки вот потому они и не входят в прибор еще раз это наглядно показываю всего-навсего пол миллиметра разницы и уже в прибор не влазят они вот вставляю батаре дюраселки оригинальные они входят вплотную шата почти нет вошли достаем их теперь пробую вставить аккумуляторы они на пол миллиметра в диаметре толще каждая на пол миллиметра в итоге миллиметр больше получается и все они невозможные вставить туда ну никак вот это я хотел вам показать что делать в этом случае в этом случае один раз раскручиваете снимаете крышку покупаете аккумуляторы перезаряжаемые или батарейки дорогие дюраселки и как вам удобно и вставляете их изнутри вставляете вот раз изнутри вставляете они здесь легко вставляются вот видите вставил прижал все отлично и потом закрываете сверху уже крышку закрыли видите закрылась все нормально и уже они там внутри шата нет и закручиваете заряда хватит на целый год ровно 365 дней минимум минимум потому или даже больше чем один год ну один год минимум вот этих батарейки или можете вставить дюраселки вам дешевле будет также вставляете изнутри а но их снаружи можно эти можно и снаружи вставить но если не хотите менять батарейки постоянно или у вас повышен фон там постоянно быстрее разряжаться будет прибор вставляете изнутри аккумулятор вставили и закрываете все такой вот вам лайфхак по-другому вы их внутрь туда засунуть не сможете только так все с акумами разобрались все вам показал теперь покажу еще внутри этот приборчик вот здесь вот клеем все проклеено вы сможете проклеить клеем опять после того как разобрали будет вот герметичный прибор полностью пылевлагой защищенный поддеваете вот здесь аккуратно эту плату чем-то поддеваете переворачивайте на ладошку вот вам вываливается здесь вот пластинка здесь дырка вот на динамик но динамик сам влагозащищенный пылевлагозащищенный сейчас покажу вот вокруг идет прокладка уплотнительная и он не боится попадания внутрь влаги или очень дорогой динамик здесь стоит так кнопка так вот показываю этот прибор внутри вот немножко он отличается от других которые мне в руки попадали мини-ред-д-пайджеры немножко отличается чем отличается сейчас покажу ну во первых смотрим серию сериальный номер кристалла для прибора дата указанного 2006 год 2 месяц 21 день есть qr-код наклеечка так это отличается дальше есть еще какие-то надписи думаю это еще заводские они кстати пробуем узнал спиртом ацетоном они не стираются не знаю чем писали это не маркером написано потому что ацетон даже не берет и спирт этот маркер не берет понятия не имею чем это написано вот не знаю 3 187 что это может это серийный номер нет ну какие-то были обозначения что-то обозначали вот такие вот надписи есть кому интересно расшифровывайте и напишите в комментариях кто знает что за маркер такое что его не стирает не ацетон не спирт вот смотрите плату вот контакты для прошивки